На сентябрьской сессии регионального парламента внесены изменения в областной закон об организации деятельности в сфере защиты прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. Поправки предусматривают преференции для инвесторов, готовых закончить возведение проблемных домов. В частности, это предоставление без торгов в аренду земельных участков. Инвесторы уже проявили интерес к одной из скандальных строек поморской столицы – жилому комплексу Саната на пересечении улицы Галушина и Московского проспекта. Вот если сейчас так называемый пилотный проект, вот эти первые заявки инвесторов, первая, я бы сказал, заявка инвестора получит свое продолжение, ну вот на сегодня пока в этом не приходится сомневаться, вот эти изменения в законе, они позволят разрешить проблему уже, так скажем, людей, которые попали в положение обманутых дольщиков. В реестр обманутых дольщиков Архангельской области внесено 116 человек. Подробнее на эту тему смотрите в вечернем выпуске «Автографа дня» в 19 часов 20 минут на телеканале ТВ-центр. Свой 70-й день рождения отметил народный мастер России, лауреат премии президента, почетный гражданин Архангельска Владимир Бурчевский. Выпускник Архангельского технического училища он в 1980 году создал первую в стране мастерскую декоративно-прикладного творчества. Спустя еще 10 лет в поморской столице появилась детская школа народных ремесел. Северяне знают ее как школу Бурчевского, которая располагается на Чумбаровке. Я еще раз убедился, что все-таки я счастливый человек. Счастливый и домышленниками. Очень много. И среди педагогов, и среди мастеров в области, и среди наших учеников и выпускников, которые сегодня занимаются. Я считаю, что это все равно армия. Чем их больше, тем больше бальзам не на сердце. Сегодня активисты движения Стоп Наркотик проведут рейд по уничтожению надписей, рекламирующих запрещенные наркотические и психотропные вещества. Присоединиться смогут все желающие. Организаторы ждут горожан в 18 часов у кинотеатра «Русь». Не забудьте взять с собой перчатки и краску. В Архангельске завершился всероссийский турнир по боксу. В памяти Александра Рыбина и Евгения Антуфьева за призы сражались более 80 лучших боксеров из шести регионов России. Спортсмены состязались в трех возрастных категориях. Почетным гостем турнира стал чемпион мира Григорий Дрозд. Есть ребята очень приличные и я прям вот смотрел с интересом. Иногда бывает так, что приезжаешь на соревнования и немножко скучновато. На вашем турнире вот мои товарищи не дадут как бы соврать, были моменты острые, зал гудел. И вообще уровень и школа бокса в Архангельске видна и она высокая. Кто же стал победителем и призером турнира вы узнаете из вечернего выпуска «Автографа дня» в 19 часов 20 минут. Спонсор прогноза погоды – женский спортивный клуб «Разминка». С нами худеть легко. Приходите. Ждем вас на Ломоносова 154. Сейчас в Архангельске пасмурно и дождь. Ветер западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 4. К полудню будет на 2 градуса теплее. Самые актуальные новости на телеканале ПС. Каждый час будьте с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова